Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 4. Тема лекции. Методы научного исследования. Методики иноязычного образования. План лекции 1. Проблемы изучения методов иноязычного образования 2. Значение индуктивного и дедуктивного исследования в развитии теории и практики иноязычного образования 3. Принципы иноязычного образования на современном этапе 4. Результаты познавательной деятельности в науке Цели и задачи Итак, методы исследования – это способы изучения явлений, получения научной информации о них в цели установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий Все многообразие методов можно разделить на три группы – теоретические, эмпирические и математические Методология научных исследований выделяет два уровня познания Теоретический – это построение и развитие научных гипотез, теорий, формулировка законов, выделение из них логических следствий, сопоставление различных гипотез и теорий 2. Эмпирический – наблюдение-эксперимент, а также группировка, классификация и описание результатов эксперимента наблюдений Методы исследования Методы эмпирического уровня С помощью этих методов изучаются конкретные явления, на основе которых формулируются гипотезы К таким методам относятся наблюдение, интервью, анкетирование, опрос, собеседование, тестирование, фотографирование, счет, измерение, сравнение Методы экспериментально-теоретического уровня Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но и проверить их, систематизировать, выявить неслучайные зависимости и определить причины и следствия Таким методам относятся эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, исторический, логический метод, синтез, индукция, дедукция, гипотетический метод Методы теоретического уровня Методы исследования позволяют производить логическое обоснование собранных фактов, вырабатывать понятия, суждения, делать умозаключения и теоретические обобщения К таким методам относятся изучение, обобщение, абстрагирование, идеализация, анализ, синтез, индукция, дедукция, аксиоматика Таким образом, анализ – это метод исследования, который включает в себя изучение предмета путем мысленного или практического расчленения его на составные элементы, части, объекты, признаки, свойства, отношения, характеристики, параметры и т.д. Каждая из выделенных частей анализируется в раздельных пределах единого целого Синтез – метод изучения объектов и его целостности в единстве и взаимной связи его частей В процессе научного исследования синтез связан с анализом, поскольку он позволяет соединить части предмета в расчлененном процессе анализа и установить их в связь, познать предмет как целое Индукция – метод исследования, при котором общий вывод о признаках множества элементов делится на основе изучения этих признаков участия элементов этого множества Дедукция – метод логического умозаключения от общего к частному, когда сначала исследуется состояние объекта в целом, а затем его отдельных элементов Аналогия – метод научного умозаключения, посредством которого достигается познание одних методов и явлений на основании их сходства с другими Он основывается на сходстве некоторых сторон различных предметов и явлений Сравнение – метод научного изучения, посредством которого устанавливается сходство и различие предметов и явлений деятельности Измерение – метод научного исследования, процессы определения численного значения некоторой величины, посредством определенной заранее единицы измерения Исторический подход – метод научного познания, в процессе которого происходит воспроизведение истории изучаемого объекта во всей многогранности с учетом всех случайностей Логический подход – метод научного умозаключения, посредством которого достигается воспроизведением мышления сложного динамического явления в форме исторической теории с отличением от случайности отдельных несуществных фактов Моделирование. Моделирование – это метод научного исследования явлений, процессов, объектов, устройств или систем, основанных на построении и изучении моделей с целью получения новых знаний, совершенствования характеристик объектов исследований или управлениями. Это такой общий научный метод исследования, при котором изучается не сам объект познания, а его изображение в виде так называемой моделей, но результат исследования переносится с модели на объект. Моделирование предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений, объектов, с целью определения или изучения характеристик, рационализации способов построения, управления и прогнозирования. При помощи моделей можно устанавливать, описывать компоненты изучаемого объекта, взаимосвязь между ними, давать сведения об управлении объекта и прогнозировать его развитие. Абстрагирование – это метод отвлечения, позволяющий переходить от конкретных предметов к общим понятиям и законам развития. Конкретизация – метод исследования предметов во всей их разносторожности, качественном многообразии реального существования во времени и пространстве, в отличие от абстрактного отвлеченного изучения предмета. При этом изучается состояние предметов и связь с определенными условиями их существования, исторического развития. Системный анализ Изучение объекта исследования как совокупности элементов, образующих систему. В научных исследованиях он предусматривает оценку поведения объекта как системы со всеми факторами, влияющими на его функционирование. Эмпирические методы исследования Это познание опытным путем. Предмет исследования эмпирического познания Практика, результаты ее деятельности, свойства и связи, выявленные в процессе деятельности. Эмпирические исследования проводятся для проверки правильности теоретических построений. Ученые взаимодействуют с самим объектом, а не с его знаково-символическим или пространственным образным аналогом. К эмпирическим методам относятся изучение литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, опрос, анкетирование интервью, тестирование, обобщение опыта, сравнение, измерение, эксперимент. К общенаучным эмпирическим методам относятся наблюдения и эксперимент. Наблюдение – один из самых информативных методов исследования. Это единственный метод, который позволяет видеть все стороны изучаемых явлений и процессов, доступные восприятию наблюдателя. Суть эксперимента заключается в том, что явления и процессы изучаются в строго контролируемых и управляемых условиях. В ходе эксперимента исследователь сознательно изменяет ход какого-либо явления путем введения в него нового фактора. Итак, наблюдение – это целенаправленное восприятие какого-либо явления, процессе которого исследователь получает конкретный фактический материал. При этом ведутся записи, протоколы наблюдения. Наблюдение проводится обычно по заранее намеченному плану с выделением конкретных объектов наблюдения. Уделяются следующие этапы наблюдения. Определение цели и задач, для чего с какой целью ведется наблюдение. Выбор объекта, предмета и ситуации, что наблюдать. Выбор способа наблюдения, наименее влияющий на исследованный объект и наиболее обеспечивающий сбор информации, как наблюдателя. И выбор способов регистрации наблюдаемого, как вести записи, обработка и интерпретация полученной информации, каков результат. Беседа. Самостоятельный и дополнительный метод исследования применяется в цели получения необходимой информации или разъяснения того, что не было, достаточно ясным при наблюдении. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. Ведется она в свободной форме без записи ответа собеседника. Интервью. Наиболее гибкий метод сбора социологической информации предполагает проведение беседы по определенному плану, основанному непосредственному личному контакту с респондентом. При формализованном интервью используется опросный лист, содержащий заранее подготовленные четкие формулировки вопросов и продуманные модели ответа на них. Преимущество интервью. Позволяет получить информацию о мнениях, мотивах председателя респондента. Дает возможность следить за тем, насколько респондент искренне отвечает на вопрос. Обеспечит максимальную полноту реализации вопросника благодаря личному контакту с респондентом. Лидится в среднем от 10 минут до полутора часа. Опрос. Метод сбора первичной информации предусматривает устное или письменное обращение к исследуемой совокупности людей с вопросами, содержание которых представляет проблему исследования на эмпирическом уровне, а также статистическую обработку полученных ответов. С помощью опроса можно получить информацию о мотивах, интересах, планах, настроениях, предпочтениях людей. Специфика опроса заключается в следующем. При опросе информацию дает непосредственно носитель изучаемой проблемы или участник событий. Опрос нацелен на те стороны проблемы, которые не всегда отражаются в документальных источниках и не всегда доступны прямому наблюдению. Опрос позволяет в сжатые сроки выяснить мнение больших групп людей. Следующее анкетирование. Анкетирование – метод получения информации с помощью специального набора вопросов, на которые испытуемый дает письменные ответы. Анкеты – это социологический инструментарий, представляющий собой определенным образом структурную систему вопросов, логически связанных между собой. Основная часть анкеты содержит контактные вопросы, простые, доходчивые, рассчитанные вызвать интерес респондента. Основные вопросы, содержание которых полностью определяется целями и задачами исследований. Заключительные вопросы – менее сложные, снимающие напряжение. Анкета не должна быть длинной. Время ее заполнения не более 45 минут. Эксперимент. Это метод познания, предполагающий целенаправленное изменение объекта для получения знаний, которые невозможно выявить в результате наблюдения. Структура программы эксперимента. Актуальность, исследование, проблема, объект, предмет исследования, гипотеза, цели и задачи исследования, этапы экспериментальной работы, научная новизна. Следующий – это статистический или математический метод исследования, является базовым инструментарием обработки данных измерений практически во всех областях научного познания. В сочетании с методами планирования и моделирования эксперимента, этот метод позволяет выявлять объективные закономерности при проверке различных научных гипотез. Такие применения статистический метод – это параметры установления, сравнительные объекты, методы математического моделирования, шкалирование и рейтинг. Самый распространенный математический метод исследования, с помощью которого реальные качественные явления получают свое числовое выражение посредством конкретных количественных оценок. Рейтинг – это метод оценивания или измерения основных осуждений в компонентах экспертов. Рейтинг, по сути, это метод косвенного наблюдения, состоящего в изучении явления через разностороннюю его оценку человека, непосредственно наблюдавшим за или участвующим в нем. Изучение литературы также позволяет узнать, в какие стороны проблемы уже достаточно хорошо изучены. Также такие методы имеются в составлении библиографии, перечни источников, реферирование, сжатое предложение, переложение основного содержания, конспектирование, введение более детальных записей, аннотирование, краткая запись общего содержания книги, цитирование, дословная запись, выражение фактических лицевок, цифровых данных, содержащих литературные источники. Таким образом, метод – это принципиальное направление с определенным принципом обучения, является системой обучения и способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся. Функции учителя, в данном случае, являются организующий, обучающий, контролирующий. Учащихся функции – ознакомление, тренировка, применение. Методы делятся на основные и сопутствующие. Ознакомление, тренировка и умение сопутствующими являются самоконтроль и самокоррект. Методы указывают на деятельность, организуемую учительным учащимся, осуществляемую учащимся в обучении иностранного языка. Прием – это конкретное содержание действий с учебным материалом, который определяется методическими принципами, содержащими в основе обучения иностранного языка. Система обучения – это всеобщая модель учебного процесса, соответствующая определенной методической концепции, которая обуславливает отбор материала, цель содержания средств обучения. Средства – это то, что признано помочь учителю при организации и проведении вопроса. Классификация средств обучения – по роли в учебном воспитательном процессе, по адресату и по каналам поступления информации. При подготовке отвечать, быть готовым ответить на следующие вопросы. В чем состоит проблема изучения методов иноязычного образования, какие методы имеются, значение индуктивно-детективного исследования, как делятся, на какие виды, какие принципы иноязычного образования на современном этапе существуют и какие существуют результаты познавательной деятельности учащихся. Продолжение следует...